всем снова привет проверяем на этот раз в эфире ли ли мы и в эфире ли ли вы вот пробуем пишите нам сейчас пожалуйста это очень важно слышите ли вы нас видите ли вы нас все так ждем сейчас все хорошо так вот сейчас я даже и себя вижу шикарно слушай ну вроде нам должны сейчас написать что все хорошо все работает все слышим и видим привет ребята привет дорогие друзья наконец-то все вместе видим друг друга чувствуем на расстоянии соберитесь братцы пишет там дима чеботарев димас прости прости родной ну блин тебя на косячили дружище но это чумной доктор все виноват да он по-любому что-то здесь это замышляет я уже видел даже здесь в маленьком городке на побережье балтийского моря еще раз где ты сейчас находишься я сейчас как раз но не то чтобы отдыхаю я просто решил пересидеть изоляцию на море как раз когда ее сняли в принципе да ты решил я да я причем уехал мне с меня взяли бумажку что я должен сидеть дома но я естественно как и мой персонаж из фильма игорь гром я естественно ну понимаю живу не по не мог так поступить идешь ты поехал к море лупить людей тех кто очень громко кричит видимо разговаривать вот ну что друзья у нас сегодня прямой эфир с тихоном жизневским исполнительным роли игоря грома в нашем фильме подписывайтесь наш аккаунт гром фильм тут мы занимаемся всякой классной ерундой и общаемся и видимо сегодня будем очень громко смеяться потому что я не знаю момента когда находишься с тихоном больше трех минут рядом даже не рядом но нет нет я я теперь я контролирую себя все буду пытаться сдерживать и и видишь уже замедляю сразу чтобы он не говорил лишнего сейчас уже хотел что-то сказать я прям чувствую вот эти все бомбом уже пошли у тебя немножко вот а что нам говорили что это брат близнец тихона но нет на трансляцию тихон решил вот на эту трансляцию прийти а молодой брат я просто да посылал его в общем надеюсь будет полный бабах бубум будет все все артем будет все все будет ребят пишите нам ваши вопросы одно по ходу мы пообщаемся между собой но чтобы это был не совсем между собой чик давайте устроим между граммофильмчик чтобы все вы к нам подключали как карантин ребята вот тихо рассказал что он уехал да я уехал но и сразу я приехал начал заниматься спортом восстанавливать утерянную немножечко форму после фильма как раз тут она была утерянную да ну немножечко немножечко начал начал терять и вот сейчас я начал восстанавливать и сразу заболел начал бегать по морю там все заниматься представляешь и простыл ай-яй-яй-яй да было у меня что-то тяжело и главное самое печальное что я не ощущаю больше вкусов понимаешь и запахов то есть я все то что ем оно все на вкус как вата но вот запахами это как раз не очень хорошо ну ладно я как раз уже пошутил про то что ты сейчас похож на в зелени у моря ты похож на своего персонажа из фильма дикари это твоя первая роль вообще было правильно слушай да это мне 16 лет было я еще до института так получилось что я поехал поступать театральный институт у меня какой-то кастинг-директор сфотографировал в толпе абитуриентов позвал мне сказал ну слушай старина ну какие фильмы ты что я из деревни приехал вот отсюда вот как раз где я сейчас нахожусь ну ты приди и что-то я пришел меня попросили сделать какие-то и тюдики раз приди еще раз я еще раз пришел значит и мне говорят ну все будешь сниматься вот те сценарии читая городов все издеваетесь а там ну то есть то время тогда марат башара вошку ценка влад галкин много голых женщин я помню и главное что мне говорят что то что весь фильм ты будешь голый ходить а ребят стопе смысле голый ну вот просто вот фильм начинается и вот все полтора часа ты ходишь голый там и все ходят голый я говорю не-не-не они мне давай это ну останавливать я грида него что я еще ребеночек ну куда мне голым ходить ну я нет я понял сразу что это какая-то порнуха вероятно скорее всего испугался просто они мне давай показывать мечтать или берта лучи гришь посмотри как это прекрасно что вот ну как вот голые тела могут быть я говорю слушать но это брата лучи а этого секундочку это шамир 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 не шамир прекрасно прекрасно замечательно да отлично когда мы вели трансляцию мы хотели тебе задать этот каверзный вопрос про то что в твоей фильмографии есть ментовские войны 7 сериал ментовские войны 7 натурально вот как ты считаешься это карьерный рост до игоря грома все-таки честно говоря это знаешь это как какая-то вот ну как какой-то вот вещь которая вот знаешь какое-то предчувствие то ли как какая-то вот интуиция подсознание называй это как хочешь но вот когда я уже ментовских войнах пробовал причем нет 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 не полицейского игры ты именно не винта там да я играл там маньяка даже нет или нет маньяка если там играл я играл там двух братьев сразу близнецов один маньяк а другой нормальный был то есть ну то есть я зализанный такой такой весь правильный злодей но уже тогда глядя на то как работают старшие товарищи которые играли полицейских я думал что вот было бы неплохо мне какого-то полицейского сыграть но какого-то не вот примитивный примитивно сериального а какого-то знаешь тотального вот прям вот вот какого-то знаешь как майора грома и да вот а вот и бац опа опа мы будем читать вопросы которые нам задают нам говорят что запахло нтв окей не совсем друзья будет ли голый майор гром ходить по городу в комиксе кстати был такой момент а у нас голый майор гром ходит только по квартире да да слушайте ну во время съемочного процесса и это не спойлер мне кажется мы постоянно всей съемочной группой пару ходили голые было такое голые четверги вот видите он опять начинает и я уже не могу просто вот тебя спрашивают про травмы на съемках и каково вообще на съемках все-таки главная роль много экшена насколько травматично для тебя был опыт да вот видите шрам это я сломал нос человеку причем причем мы вас не боимся как ты сломал нос человеку расскажи мы репетировали режиссер немножечко решил подсократить сцену боя поменять чуть-чуть и все происходило очень быстро и каскадер чуть-чуть ближе подошел и я чуть-чуть руку дальше кинул и не отрепетировали я сломал ему нос он полетел с четырехметровой высоты упал и только когда он упал я почувствовал что по руке струится какая-то теплая жидкость и посмотрел на руку она просто до кости рассечена а человек встает на него прям фонтаном прям глупит просто это конечно было очень неприятно пришлось ехать в больницу его то оставили там еще на несколько дать кино да а мне пришлось у меня зашили вернулся и дальше начали бои снимать ничего не поделаешь такая работа морская пехота вот так вот да но самое интересное самое интересное было когда я узнал о том что он бывший чемпион россии по кикбоксингу но он все отнесся пониманием себя просто продал сейчас всем кому так можно что вырубил такого человека ну да но причем только левая была ребят понимаете что если бы правая рабочая то я не знаю там левую левый коронный правый похоронный как я понял вообще дерешься часто в жизни вот и в детстве дрался насколько ты вот ты выглядишь сейчас очень мило так романтично насколько ты я вообще его не не из дрочливых людей я дрался очень мало в жизни практически ни разу меня не били может быть один один синяк у меня какой-то в жизни был на лице ну и когда я дрался я побеждал накатал но это было крайне редко то есть они не дрочили людей я как поставить старался всегда нивелировать но то есть сикануть если чё я могу сикануть да как это покажи движение сикануть то есть вот так смотри смотри главное вот так вот снизу вот так резко резко так опа так опа вот так тебя тогда получается видишь раз ты вот драться а и плюс извини ромыч я еще порвал заднюю поверхность бедра тоже но это было вообще самом начале это были беги да но меня все время смотрели продюсеры режиссеры смотрели с такой печалью с пониманием того что что мы теперь будем делать он было такое я помню этот момент он был взгляд был не злой он был просто обреченный и так проблем всегда в кинопроизводстве много а тут было такое вот понимание того что ну и что и что зачем ты как он еще как он еще побегает ребят как же он будет поделиться у него порвана нога до тихо 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 нежки избил 300 зрителей прямом эфире смотрите на нтв окей да видишь уже все уже опубликуется образ какой-то образ создается молодец ты молодец тебе пишут молодец то есть вообще расскажи про какую-нибудь текста мы с артемом тут на трансляции рассказывали про то как ты от огня уворачивался вот в той сцене что в трейлере есть вот в этой вот от столба огня и все люди такие но там графика ничего страшного нет ребят самое интересное сам не графика и вообще там практически с огнем ну я не сказал ну наверно не знаю там процент в 80 мне так я предполагаю что огня настоящего ну наверное где-то так 20 только седжим олег не олег недавно про это пост выкладывал как раз про то что найдите графику на этих на наших кадр где-то там видимо есть я так предполагаю но в основном весь огонь живой и все различные смеси слушайте но это это жарко это жарко учитывая что я как раз накануне до этого фильма работал еще с одним фильмом где тоже огонь был где огонь где огонь скажи честно то есть ты пироманом стал немножко нас слушай но и меня и в наигре жгли вот в чем дело вот почему-то все время с огнем какая-то у тебя я думаю что видимо я пыхану в какой-то момент ну просто может быть такая будет знаешь красивым он сгорел он сгорел на работе в театре или на съемках ну да интересно интересно да то есть да но экшн-сцены на самом деле у нас были все очень крутые на мой взгляд из тех что были ты помнишь какую-нибудь самую сложную вспомни трюк кроме того что ты сломал человеку нос трюки трюки не обнискал что трюки прям вот были вот но сложный принц там уже на адреналине как все идет же еще и нога порвана нет так какой-то сложность просто делаешь что ты делаешь просто бешенными глазами а вот сложная была сцена как раз вот казино там вот эти драки там вот это прямо очень сложно это прям несколько смен там по 12 часов когда нужно просто рубиться раз за разом вот это вот делать делать моя отчет не джеки чан все-таки ну чуть-чуть чуть чуть не не похож чуть-чуть да не такой да блин сейчас это все опасно смотри ты вот с этими российскими штуками твоими нет я это вообще я при я президента в беларуси не показываю тем более всем желающим кто попросит вот вот это было очень в общем сложная период 3 3 3 вот этих смены просто я не знаю ну я просто каждый после каждой смены вот прям вот ну как вот говорят все актеры что было так тяжело ой мы горели я помню подряд все эти ночные смены когда мы до реального права я прям вот хотел вот прям сесть и заплакать вот я спрашиваю какие тренировки и в какой срок ты проходил по подготовке к фильму какие виды единоборств изучал какой диеты придерживался странно что это не артем вопрос задает чтобы ну да на полный я пришел я еще не закончил опять же в предыдущем проекте работать и уже начал в этом и параллельно наверное за недели две вот до начала грома съемок начали меня готовить несколько тренеров раздельное дробное питание пятиразовое по полторы тысячи калорий я потом уже подошел сказал ребят ну я и так худой ну боже мой дайте мне две тысячи калорий мне дали две тысячи на эти коробочки я ел коробочки 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 ходил реклама коробочек не буду говорить фирма но они съедобные первые пять дней потом просто какой-то это превращается в силу в какой-то просто ешь какую-то биомассу ну и ешь вот но иногда даже я их полностью не съедал потому что что-то не лезло как нервы переживания сидеющие волосы всего этого дела вот и и спорт конечно где-то после смены где-то в перерывах между сменами спорт спорт замечательный у меня володя петров мастер который тренировал я не знаю наверное ну наверное больше половины самых я не знаю популярных артистов наши русских которые только есть очень дорожки 3 кратчайшие сроки то есть вот к тому моменту когда нужно было оголяться и я надеюсь что-то случилось ага меня что-то отключило ненадолго да я понял тебя спрашивают ну самый главный вопрос который все ты ты меня слышишь сейчас хорошо я слышу слышу все супер у тебя тоже пошел как будто ты думаешь ты тоже думаешь а я думаю да тебя спрашивают как всегда про комиксы ну это же наш любимый вопрос все-таки на первоисточники все ты же все прочитал вообще но не прям все ну про грома да но вот новые какие-то какие-то новые которые сейчас вышли я еще не успел зацепить потому что ну это же надо пойти где-то магазинов у нас нет в моей деревне да ну я еще не успел прочитать а поскольку поскольку ну кто мне рома что ли мне или артем так скажет слушая дружище вот те комиксы новые вообще-то на трансляции там давали шучу какой-то самый запомнившийся сюжет из комиксов расскажи момент или сюжет слушай ну там вот этот во второй части очень здоровская вот эта мясорубка была вот с которой начинается как раз вторая книжка вторая это это и после чумного доктора ты имеешь ввиду да 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 ирландская не не вот это испытание как раз который чумной доктор придумал вот этот вот зоопарк зверинец вот где он там бегал голый а все я понял да второе понял да вторая половина чумного доктора в общем да 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 читал ли ты игорь угорь спрашивать тебя самое главное нет извините ребят но вот игоря угря не успел осилить не смысле потому что не тебе предатель да я обязательно исправлюсь я прочитаю у нас к ленинграде в центре города комиксы и тихо ну я ты в зеленоградске вот чем дело и болею лежу прям вот вышел вот чтобы с вами просто 3 чтобы вы не видели мою утку больничную чтобы вы не видели мои капельницы и мои не надо да 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 не надо пока вот окей в общем а вообще вот наверняка тебя спрашивают как каково еще твой любимый фильм по комиксу я даже любу спрашивал а скотт пилигрим сказала и очень нравится фильм по скотт пилигрим я удивился что такой интересный выбор ты вот какие смотрел вообще много ты смотришь фильмов современных какие слушай у меня вот такой вот ну вот падучий и такой вот ну такого фанатизма как вот даже у моих коллег в театре или там моих каких-то не лай мухтар успокойся фанатизма нет по поводу комиксов то есть и marvel и dc я так ну да развлекуху весело вот прям я ими не фанатею я даже надеюсь что все таки как нашу будет что-то как-то выйдет выделиться да но там просто ну как бы вот и ну сидишь вот эти я все смотрел я смотрел и мстителей все и все эти пантеры там и человеки пауки здорово ночью вот наверное не наверно бэтмен все-таки как-то лучше всего какой это важно какой темный рыцарь да но у нас киевот и джокер мне очень понравился но там просто мне даже не столько фильм понравился только актерская работа феноменально фильм как-то ну и ничего особенно но что-то пытаются грузить грузить а вот прям рабочий он там творят и так и так и на все лады прям это феноменально вот кстати вот на бэтмен да да вот нас спрашивали когда ну в какой-то момент если комиксы читал ты же знаешь что игорь гром он тоже прошел через такие психологические испытания я помню то и мы с тобой это обсуждали когда всех когда всех потерял да 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 вот ты тебе было бы интересно такого грома сыграть совершенно конечно 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 очень было бы интересно но я надеюсь что даже может быть это как-то и получится сделать если все пойдет хорошо если дальше будут какие-то еще фильмы программу то есть я очень надеюсь что как-то его закинет прям совсем капитальное прямо разложение пошли какие-то личностные вопросы уже внутренние какие-то и вот взаимодействие с самим собой они просто со злодеями но в любом случае образ грома в фильме тебе нравится тебе близок этот образ просто или ты со стороны он тебе нравится или ты изнутри прочувствовал его из такого человека перевоплотился как ты относишься вот к самому грому именно как мы его раскрыли в фильме ну я но мне надо сперва фильм посмотреть но вообще ну ко мне это отношение мало какого имеет персонаж ну то есть это ну это как-то высокопарно что вот это какой-то другой человек другой персонаж ну он ко мне мало правда какого-то сходства со мной имеет это какой-то очень-очень серьезный дяденька лупить людей мы все помним да 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 рождаем ты рождаешь мемы теперь понимаешь на ходу просто про лупи да мне слушай пару мемов каких-то прислали я прям так смеялся вообще хочу сказать огромное спасибо всем ребятам кто там все вот придумает эти и мемеса и рисует какой-то фан-арт вот это очень здорово какой-то любимый мемес вообще какой-то такое то есть что это едет такой человек бабочка с моим лицом нарисованный мультяш на и там моя фотография вот так и он права дает какому-то полицейскому жуку тоже нарисовал а полицейский жук смотрит и видит там александра горбатого и а я ему говорю понимаю да мы с тобой виснуть видимо начали как только начали смеяться и вспомнили александра горбатый нет все хорошо да это артем просто сидит там и это интернет начинает трафик закрывать вошел в аккаунт да и нас блочит а расскажи про олега что-нибудь про олега как тебе с трахимом работалось вообще с режиссером спрашивают заставлял ли он тебя петь и после льда вообще любишь петь да вообще петь я люблю и я иногда даже пою не иногда даже часто пою у меня две гитары дома я люблю попеть и ну раз уж так ты про олега спросил и про попеть олег как-то вот когда как раз у меня все поломалось и мы поняли что ситуация тяжелая поняли что мстители что все что разваливается и коллективы что и что настали темные времена все давай ссориться ругаться и он мне записал две такие замечательные песни под укулеле прислал мне или это прямо воскресило меня я уверовал что он верит но помимо всего прочего это просто человек с просто с каким-то невероятным количеством энергии это просто термоядерная реакция я видел еще несколько таких людей но это актеры были они то есть тоже очень энергичные то есть все время как расщепляет как урановые просто прям прет и вот олег просто я не знаю как у него столько сил хватало я все равно ну там этих всех там из всего времени но процентов 80 я со всеми был наверно даже наверное 70 не считая там подготовочного периода вообще 50 то есть у меня по активно хоть но у меня было много но не так много как его то есть и он там с утра до вечера да ну и как у него хватило энергии то вообще я буду прожать я очень люблю большой умничка с ним шикарно работать просто мы не всегда находили общий язык мы ругались на мы ругались прямо я просил у него прощения потому что я так театре воспитывали что нельзя вообще перечит режиссера но тут что-то бывало прям что лезла из меня какая-то гнусь и я несколько раз прям даже прости родной я не прав все слушаю тебя но мы в целом находили всегда общий язык и он очень мне помог сильно олег молодец топчик олегу и артему отдельный респект посылаем сейчас да еще за все я не знаю нет мы даже с ним как-то встречались наверное уже полгода прошло после съемок и он говорит что ты знаешь мне такое ощущение что вот как будто вот я еще не вернулся как будто вот что-то вот еще вот совсем вкус жизни вот она еще не вернулась к той жизни которая была до съемок до начала она еще не обрела те краски то есть я как будто вот меня высосало прям это было прям тяжеловато конечно ну вообще но маленькая жизнь для всех для нас да 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 я просит спеть спеть не знаю элемент элемент видимо да потом мы устроим отдельный день да мы устроим канал целый это гром fm мы откроем радио как гром fm сиквел я спрашивают с кем из актеров тебе было бы приятнее всего работать с кем бы ты хотел работать других проектах и так далее без очевидного я правда я вот без района меня небольшой меня правда мне небольшой опыт кинематографных этих всех дел там съемок но мне до такой степени здорово работала со всеми партнерами то есть меня даже никто не напрягал я прям смотрел и думал блин думать они же меня сейчас все вообще просто делают переигрывают вообще четыре раза давай что-нибудь ради и мне прям даже вот мне все время смотрел думал и всей сани сереже люба конечно я смотрю думал были ну чё же ты вот вообще какой-то но ходишь рядом с ними спрашивал все время олег григори мне что-то кажется что они все все что-то делают хорошо я что-то какую-то вообще труху несу то есть мне очень по мне прямо ну я даже не не значит плохого я такое услышал и от других всех так что вы все скромники да нет я правда я тебе говорю ну правда я я ж не ну правда мне казалось думаю что я все время дело смотрю такой думаю блин вот пришел ты вообще мелкий блин уже что-то прям что-то тащит что-то игра чуть раз я помню очень трогательную сцену очень трогательную когда у нас был последний съемочный день в павильонах как ты прощался с сашей сетейкин как вы там обнимались под конец такие уже но мы сизой уже были наверное нет бы все все были еще просто достаточно расчувственные потому что очень очень-очень большой жизненный этап я думаю для каждого из нас конечно закончился вот как тебе напарник твой санек димон сани вообще и ну ну а чё тут говорить ну чисто даже по комиксу просто мне кажется он даже мне кажется больше чем сережу вот ну попадание в смысле вот но именно персонажа который вот который оригинальный родной образ вот то есть ну его можно причем развивать именно в сторону вот что вот он там же начинает прям ниндзой становиться дубин комикси там да оказывается что он не такой вот вообще розовый этот цветочек одуванчик а что он может просто накидать кому угодно и вот прям его представляешь сетейкина скачать такой салк маленький знаешь такой и так и машины ты неправильно работаешь сам рама просто 200 килограммовая просто игорь 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 и уставку не можем нарушать я не могу тебе помочь сам рама справлю вас как с любой да конечно любого вообще это любовь моя просто ну а любая любовь просто меня нет слов я не могу ничего сказать просто теплейшие эмоции это просто милый момент со съемок милый момент какой-то вспомни миром чтоб ты сидел и вот так мне кажется я помню я помню был такой момент нет на крыше да но это но это спойлер все нет и спой не спойлери слушай нет был очень милый момент когда мне нужно было делать вид что я мертв я это делал два дня я думаю как же классно мне не надо драться не надо бегать ничего я просто могу лежать и что я мертвы два дня и хорошо такой отлично отработанная смена и думаю блин ну хоть чуть-чуть передохнуть чуть-чуть выдохну но отлично да я согласен а спрашивают был ли ты готов к такой фанатской отдаче то есть вот на комиконе много людей было потом что уже есть люди все которые но разве можно быть к тому к чему-то такому готовым нет конечно не был готов и но я по ним ну как ну все равно понимаешь одно дело если наверное так предполагаю ты что-то сделал ну там выдающиеся там и тебя все любят какую-то сыграл там куча ролей какой-то замечательный артист все уважают тебя ценят спрашивают твое мнение совета тут просто ни за что ни про что пришел и сразу все конечно я не ожидал это определенные обязательства накладывать на меня опять же почему я всегда говорил о том что надо будет не оплошать чтобы качественно вышло но мы старались я не ожидал атакой конечно фанаткой базе очень здорово очень круто рода спасибо всем кто смотрит ребятушки спасибо огромное ну правда ну то есть многие конечно конечно чморят от этого никуда не денешься они будут чморить ну что же поделать всем не угодишь но постараемся хотя бы чтобы основные какие-то самые самые такие самые 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 преданные фанаты а честные чтобы чтобы они сказали что да нас устраивает то что ты сделал я буду очень отлично да я думаю что предрекаю сейчас что все устроит в общем бомба балдеж балдеж бани она ты француз баа бам 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 но я стодеи вори уилл слушай у тебя есть мне кажется к каждому какой-то такой подход. Когда ты изображал персонажа из Гарри Поттера, я тоже угорал на всю площадку, поэтому... Саща! А какого? Нагаина! Приведите мне Гарри Поттера! Вот, и он делает так постоянно, вы понимаете? То есть он только что вышел из кадра, сейчас серьезный такой мэр быхубых из кадра. Ну не, не, ну правда, я бывало там, знаешь, ходил тоже, знаешь, с кривой мордой там это, и это, и нудил это, и был это, и был букой прямо, фу, прям, я иногда вспоминаю, какой я был, хочется сказать, ну как же, ну что же ты так себя вел-то, ну фу. Эмоции, эмоции. Все было хорошо. У нас очень дружная команда, мне кажется, получилась. Да дружная, нет, дружная. Как ты и говорил, когда мы встретились, ты говоришь, на всех смотришь, и вроде до сих пор не противно, все хорошо, все хорошо. Так что, да. Спрашивают тебя, срослась ли с твоей головой кепка? Как тебе? Нет, сейчас хирургическое удаление, это было, понятно. Слушай, я вот думаю, сейчас просто я доснимусь вот в проекте с этой прической опять, я хочу ее, что-то надоело, она мне эту кучу дрявость, хочу вот как ты постричься. А, вот так вот, да? Мы будем с тобой ходить, как два брака по Петербургу. Темница, к нему будут. Окей. Так, что ты спросил, я что-то... А, про шапку, блин, про шапку, да. Про кепку, да. Блин, ну конечно, сроднился, да, естественно. Я в ней ходил, у меня, опять же говорю, было немного времени, я сразу кепку забрал еще до начала съемок, я гонал в ней по Питеру, и, ну, смотрел, да, что, как она так сидит, не сидит. Так ее елозил, всяк, спал в ней, любил ее, обнимал. То есть, с кепкой готовил ее? Кормил ее. Даже так, шавуха кормил? Конечно, конечно, только шавруха. У нас пошел хэштег спасите кудри, видишь, по-моему, люди против теперь того, чтобы ты стрихся. Ну да, они просто сейчас уже не те, это уже не то. Не то, да, не вот этот мальчик, да, романтичный? Уже они не такие, а, ну, какие-то такие коротенькие. Понятно. Ладно, не суть. Кудри Рип пишут. Да. Вот. А что тогда с шавухой? Шавуху ты не мог готовиться, потому что ты бы сидел на коробочках, в коробочках шавухи не было. Конечно, конечно. Нет, я, ну, что врать-то я не буду, ну, у меня метр девяносто один рост, я большой мальчик, и мне нужно много есть. А он почему-то, Артем, решил, что полторы тысячи калорий мне вот, ну, прям вот будет по горло. И даже когда я начал две есть, мне, ну, то есть, у меня с избыточным весом проблем не было, но я понимаю, там, сбалансированное питание, чтобы мышцы лучше росли. Ну, я иногда себе устраивал, конечно, праздник какой-нибудь. Я мог кусок мяса залудить раз в неделю. Сбегал, ага. Ну, конечно, конечно, врать не буду. Я не так вот все по-честному. Ну, потому что, ну, это же еще... Ладно бы я до... Спокойно там четыре месяца там сидел на коробочках на берегу моря, занимал спорт, а тут же это все вместе с работой, и поэтому где-то кусок мяса был необходим, жареного. И шавруха. Согласен, согласен. Тем более я знаю, где в Питере хорошая шавруха. Прям да? Да, я нашел прям новое место, прям вот делают прям на йогурте. Йогуртовый соус с чесноком, с луком. Прям вот она обжарена курицей как надо. И вот прям много лука. И она прям такая вот съел прям ты все. Общаться ты ни с кем не сможешь до вечера. Но она прям вкусная, шавруля прям такая питерская. Ты прям, короче, отведи меня туда, пожалуйста. Давай с тобой сделаем. На Владимирской. На Владимирской она находится. Влог сделаем. Лучшие шаверменные, просто по мнению майора Крома. Да. Я спрашиваю, где? Но мы эту тайну пока... Не, я говорю, на Владимирской. Я просто сказал так, ну, метро. А там их много в округе. Ищи, пробуйте. Помогайте малому бизнесу. Сейчас фактически, да, ты предлагаешь? Не, шавруха всегда процветала. У них проблем не было. Угу. Все захотели кушать. Вот это, кстати, очень важный момент. Все сразу захотели кушать. Кушаться. Кушаться. А забрал ли ты что-то со съемок на память? Расскажи. Расскажи. Что я? Забрал ли ты что-то со съемок на память? Ну, кроме остаток шавухи, видимо, со сцены. Ну, я шрам забрал, связку, которая вот, ну, время от времени, вот, ну, встаешь, ну, просто так вот с утра идешь, и она начинает потягивать просто нога с погодой. А вот из вещей материальных каких-то я что-то не припомню. Ну, кофты вот те, которые дарили, я уже подарил кому-то. Потому что, ну, мне тяжело было не подарить людям, когда они прям очень хотели. Я сказал, да на, забирай. Матрешка у меня осталась, матрешка. Громовская матрешка у меня осталась там прям. Вот эта красная классная стоит прям вообще. Ее точно никому не отдам. Правильно. Дима нам пишет, что есть приложение по что-то, рейтингам. Да, 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 я посмотрел какой-то. Ты пользуешься? Пользуешься тоже? Нет, я пользуюсь просто ртом своим. Нахожу вкусную, ем ее там, только портится другую еще. Понятно. Это разумно, разумно. Нас спрашивают, какой будет фильм, опять короткометражный или полнометражный. Ребят, мы здесь обсуждаем полнометражный фильм про Грома. Вот он, товарищ, который есть, майор Гром. Прямо здесь вот сейчас смотрите. Майор Гром. Чемной, доктор. Да, практически. Трейлер у нас вышел несколько недель назад, да, уже прошло сколько? Две недели? Вот. А мы все никак не можем отойти от этой трансляции, от этих ощущений, от тех теплых слов, которые нам пишут люди. Спасибо вам. Да, это вообще тоже, я так прям, я даже, ну нет, я знал, что вы, конечно, все серьезно будете делать, но вот что прям такая реакция, что народу так понравится. И это очень круто. Что народу прям зашло. О, в целом я смотрю, 90 процентов, 90 процентов, наверное, людей в восторге. Это здорово, это очень круто. Мы обсуждали даже с Константином Юрьевичем, знакомым моим. Интересно. Ладно, потом расскажешь. Колтоп. Потом расскажи. А, еще мне многие мои друзья уже написали, позвонили, сказали, слушай, у вас там может быть будет какое-то продолжение, если будет, то ты не мог бы как-нибудь за нас замолвить, что мы готовы каких-то злодеев, злодеев, может быть какие-то конкурирующие организации из Грома, что-нибудь, потому что нам всем понравилось. Понятно. Да, ну что ж, береги, смотри, накинутся на тебя все твои друзья и знакомые в продолжение, если будет продолжение. Ну ладно, погасим их, погасим. Какой самый необычный подарок тебе дарили, спрашиваю, и есть ли такой? В театре, наверное, что-нибудь, да, наверняка? Ой, да что-то мне, что только не дарили. Ну вот так, чтобы я запомнил что-то прям одно, не знаю. Много чего дарили, как и всем. Ты сейчас продолжаешь в театре, когда у вас возвращение? Да, сейчас очень будет сложно, мне нужно будет вернуться, у меня проект начинается в топе. В июле. Он начнется, и начнется сразу театр параллельно. И будем раздербаниваться так вот. Потихонечку. Театр, да, потому что там это все в Минске будет сниматься. И там вообще, конечно, да, там все. Все, театр будет функционировать, мы сейчас в августе будем записывать все спектакли именно специально уже по трансляции онлайн, потому что все то, что выкладывали, в основном было плохого качества из-за того, что технические видеозаписи были для того, чтобы артисты вводились. А уже будем делать прямо специализированные, намного камеры. Вот весь август будем этим заниматься. Круто. Ты недавно же сыграл другого великого детектива. Да, мне сказали, да чё тебе, какая разница, что Фандорин, что Гром. Я говорю, ну, а что делать? Да, и за пять дней пришлось, ну, там, пять минут сделать вид, что я Фандорин. Конечно, времени не хватило. Это, мне кажется, было не очень убедительно. Но всем понравилось, все сказали, молодец, все хорошо. То есть, короче, ты потенциально следующий еще и Фандорин, да? Не-не-не, я думаю, ну, что, ну, не, ну, уже совсем не, не, это совсем уже. Ну, Фандорин это уже, если еще Гром может быть как-то немножечко, у него даже фамилия белорусская, он может быть из какой-то провинции, деревни, то Фандорин это все-таки какой-то аристократический человек, на которого я что-то не очень смакиваю. Не белокостливый я. Вот да, я думал, скажешь, ты вот еще одно свое любимое. Ты любимый Фандорин. Да нет, ты знаешь, когда я тебя видел в эфире, до этого ты был очень даже в образе. Очень даже. Красавчик. Сколько примерно фильм снимали, нас спрашивают? Ну, долго. Ну, сколько месяцев? Семь, наверное, я не знаю. Восемь. Ну, давай вспомним. Начали. В сентябре начали. В декабре заканчивается, сентябрь, октябрь, наверное, декабрь. Четыре месяца. Семь. Ну, я думаю, побольше. Ну, еще где-то пять в районе. Пять, наверное, да, пять. Ты что-нибудь творил? Тебя просят, да, сказать фразу. Скажи фразу. Ну, я сейчас не могу. Это такая веселая беседа у меня сейчас настроится на то, что... Ты что-нибудь творил? Фандорин вышел, что потрясающе пишут. Игром, видимо, будет еще лучше. Согласен. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Все спрашивают, будет ли в фильме Марго. Друзья, мы отвечали на этот вопрос. Пусть Марго. Будет отсылочка. Это белая ворона Разумовского. В комиксах была птица такая. Вот. Да-да-да, была, была. Да, в общем, у нас будет что-то связанное с этим и в фильме, так что не переживайте, друзья. Вот, спрашивают, где ты находишь силы для продолжения вот при таких интенсивных съемках, при таких обстоятельствах, где ты в себе находишь какие-то внутренние силы, чтобы продолжать выходить дальше, делать вот это все? Слушай, ну сейчас вот, ну сейчас мне тяжело. Я в таком графике не так давно, я, наверное, с год только в таком режиме существую. А так обычно вот я сейчас выздоровлю, схожу в баню городскую, ее открыли. Возьму там силы. Потом возьму палатку, уйду на Куршскую косу на море на пять дней. И буду там пять дней жить на природе. И буду брать там силы. Я люблю куда-нибудь уйти. Я вообще очень прекрасно себя чувствую один. То есть ты одиночный, отшельник ты? Ну да, да. В этом смысле мы, наверное, с Игорешкой, с моим персонажей чем-то схожи. Я прекрасно себя совершенно чувствую в одиночестве в каком-то. И вот пойду на море, буду там вот в палаточке жить себе, смотреть на море, медитировать. Ну не в смысле медитировать по каким-то там практикам медитативным. А просто вот прям вкушать вот эту вот силу. У меня есть место силы. Вот я туда... Место силы, да? Прям круто. Баня какая-нибудь деревня. Дает? Дает? Как он летит. Заряд на сколько? На год? На год тебе дает? Ну вот месяцев на шесть, на семь точно. Чуть больше полгода я прям чувствую, как меня держит вот этот отдых. Вот этот заряд. Вот в том году как раз вот я сходил дней на пять. И прям мне вот до самой весны хватило. А весной уже солнышко начинается. Потому что в Петербурге тяжело. Там же это... Ну по-разному солнышкам. Там подвал, подвал, подвал там. Все время подвал там. Все время тьма. И только летом вот так вот сейчас вот там солнечно-светло. Я люблю солнечный Петербург. А не вот этот вот, который все любят поэты и писателя. Понятно. Те спрашивают, что для тебя сейчас интереснее, кино или театр вообще? Ну вообще это совершенно две разные профессии. Мне интересен всегда был театр. Я учился на театрального актера. Хотя и пишут в дипломе, что актер театра и кино. Но кино никто не учит в театральном институте. И все как-то, ну видимо, сами как-то кто талантом, я не знаю, кто-то практикой. И вот я сейчас только по большому счету в начале какого-то кинодела своего. Мне очень интересно и кино. Но я бы не стал выделять ни в коем случае кино. Потому что театр это дом. Театр у меня учился. Театр это живое общение с древними. Я очень люблю театр. И очень мне очень-очень нравится кино. Потому что в кино прям много всего абсолютно нового. Совершенно другая профессия. Я вот только начинаю. А что-то новое, когда начинается какое-то новое дело, оно интересно. Ты еще ничего там не знаешь, ничего никак не ориентируешься. Потихонечку что-то догоняешь. Очень здорово. Спрашивают, где ты учился? В Щуке. В Щуке мы там все кривляемся немножечко. Еще несколько институтов. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Есть ли у тебя какая-то роль мечты? Из русской классики, в театре, в кино. Вот персонажа, которого ты бы хотел попробовать. Знаешь, мы тут обсуждали как раз недавно. Тоже общались с Олегом Трофимом. Эту штуку. Что бы хотелось сыграть. Я ему сказал, что Иисуса Христа хотел. Но, опять же, вот такого какого-то современного, не такого каноничного, а какого-то современного каком-то прочтении сценариев. Наверное, вот что-то такое хотелось. Просто видишь, к 33-м годам что-то хотелось бы какого-то такого человека, несущего свою правду. Свою правду какого-то такого, да. Было бы что-то такое интересное. Ну, еще, конечно, хотелось бы сыграть, знаешь, какого-нибудь майора полиции какого-то. Такого серьезного дядьку, который прям лупит людей, расследует какие-то делюги. Понимаешь? Какие-то все время. Но это в туду лист можно поставить галочку. Ты хочешь еще раз сыграть? Я хочу еще раз. Я хочу еще. Круто. Круто. Да, это самое оно. Так, тебе спрашивают, с каким режиссером тебе было проще всего работать вообще за все свои проекты? Просто интересно. Кого-нибудь интересного вспомнить. Проще? Ну, я не знаю. Не знаю. Мне очень просто работалось с Олегом Трофимовым. Очень просто работалось. Ну, по-большому вообще. Ну, то есть, мы понимали друг друга. И до этого с Лешей Нужным работал. Сейчас с Мерзоевым работаю. Тоже замечательно с ним работают. То есть, ну, вот прям лучше. Ну, в театре, может быть, я не знаю. У меня есть режиссер, который такой, то есть, тоже с института еще занимался со мной. И епитировал со мной спектакли Николая Рощина. То есть, с ним тоже здорово очень. А вот так вот, что лучший режиссер прям, чтобы мы прям такие прям увидели друг друга в десны прям, давай, прям, любовь такая пошла творческая. Не знаю. С каждым режиссером были, конечно, пару режиссеров, но это больше театрально, на самом деле, с которыми, ну, было не очень комфортно работать. Но, тем не менее, интересно. Потому что, когда тебя выбивают из твоей зоны комфорта, то есть, тебя что-то начинает пыжиться. Начинаешь чего-то от безысходности, от растерянности выдавать, от растерянности. Ну, да, это есть такие, всякие разные есть способы у режиссеров что-нибудь выбить из актеров. Кто-то мучает, кто-то добром берет. Все по-разному. Эх, режиссеры и продюсеры, да, тоже мучают. Видимо, тебя коробочками и прочим. Не-не-не, ну, нет, тут даже никаких самых, не мукает, я же понимал, что для дела это. Было бы больше времени, я бы вообще этим, понимаешь, там, сам, не знаю, будет вторая часть вообще. Все говорят, что худой просто очень гром, хотя в комиксе он. Ну, там по-разному в комиксе, но в большинстве картинок... Ну, я не могу сказать, что он прям супер где-то какой-то... Он не... Ну, да, нет, там просто есть где-то, где он прям вообще просто рама такой килограмм 140, наверное, а есть прям где вот, как я. И вот в основном он там телосложением, как я. Ну, раз вот что-то всем вот, ну, видишь, не нравится, что худощавый, я думаю, просто надо вот сейчас вот килограмм 30 набрать мышечной массы. И просто такая задьба, потому что я прям играю, что... Да, и все плохо сделать, знаешь, сыграть плохо. Ну, вот вы же хотели зато мышцы у него большие, и он говорит базу. Да, представляю, рама метр девяносто один и с таким голосом, да. Ты чего? Спрашиваю, Дима Чеботарёв же твой давний друг. Да, Димка и нас связывает вообще просто уже 14, наверное, или 15 лет. Мы знакомы с ним с 2006 года. Мы с ним знакомы. Он учился на год младше. Мы жили в одном общежитии. Он тоже приехал из какой-то далекого Хабаровска. Не из какого-то, а из Хабаровска из далекого. Я приехал из Калининградской области. И мы там веселились. Общежитное, вот, вся жизнь. Друг друга выручали, общались. Ели вместе. Ели вместе, да. Ели и пили вместе. Да, но это... Не, с Димасом, да, с Димасом вообще отлично. Димка хороший. Диме большой привет, да, передаём. Димач, привет. Дорогой друг наш, который нас смотрит, и тебя тоже в следующие эфиры позовём обязательно. Со всеми пообщаемся, всё будет очень хорошо. А Димас тут, что ли, да? Он ещё не вышел. Я обычно начинаю смотреть, потом что-то выхожу, долго не смотрю коллег своих. И вот видишь, ну зато честно говорю. Надоедают, надоедают. Ну не да, мне всё время, знаешь, кажется, что когда актёры общаются с кем-то, они всё время что-то какие-то такие ненастоящие. Мне всё время хочется как-то от этого избавиться. Ну знаешь, я просто иногда смотрю интервью артистов, они-то вот прям смотришь, такое ощущение, вот прям, что они, знаешь, в забое работают, ну и эти угольные шахты прям разгружают эти тележки. И сам начинаешь, вроде, такой что-то тоже. Вот Дима написал привет нам. Здравствуй, дорогой. И тоже начинаешь сам, ну, что вот как нам тяжело было всё, как мы работали, как мы трудились, всё. И такой думаешь, ну что ты придумаешь. Действительно тяжело было, но придавать этому всему, наверное, какой-то ключ. Это просто, это группа, это группище, это просто, там, там просто, там, там, там супер-профи собрались. Вот всё лучшее, что можно только собрать в нашей стране и не только в нашей стране. Это я вот про того же Красимира говорю. Красимира, да, абсолютно. Потому что второй режиссёр у нас просто, который, ну, занимается сведением всех людей на площадке, то есть, который в рацию говорит команду и всё остальное. И всё заведомо. Да, и который спокойно говорил, сколько нужно время, пять минут, хорошо, когда просто уже все кипели, уже чуть ли не начинали ругаться. А он спокойно всё разводил, никогда не ругался. Но человек, тем не менее, работал на Трои вторым режиссёром, по-моему, на Хитмане. То есть, ну, действительно супер-профи. Супер-профи просто. И, ну, не только он, все ребята, костюм, грим, от начальников до второстепенных каких-то. До всех вообще. До должности вообще просто. Балдёж, каскадёры. Балдёж, вот, самый подождённый. Балдёж, 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 балдёж. Ты сделал культовую же эту просто фразу, понимаешь? Ну, это не я, это дед бом-бом, тульский дед бом-бом. Ладно, давай, чтобы отойти от весёлого Тихона, скажи какую-нибудь фразу из трейлера такую эпичную, чтобы ты прям майор Гром сейчас вот прям был, доказал вот этим всем, кто там. Ты серьёзно, Шат? Так, я сейчас не понял. А, не понял, да, говорю я от себя? Слышь ты меня, не лечи. Ты серьёзно? Ну, я сейчас даже не могу, видишь, я себя вижу, что я кучерявенький такой, без шапочки. Это всё вот так вот не делается тебе. Думаешь, это что, вот так вот, оп, и всё? Вот так вот, да? Типа, а вот сейчас включи Грома, ты вот такой весельчак жизнедеятельный. А вот давай. Актёр? Ну-ка, спой песню на табуретку. Ну-ка, спой, да, сыграй. Ну-ка. Расскажи прибаутку. Да, да, да. Расскажи смешную ситуацию какую-нибудь со съёмочной площадки. Ну ладно, главное, плохо не играй. Мы всё знаем. Если будешь плохо играть, сядешь в тюрьму, я тебе сказал уже. Я специально это сделал, чтобы он это сделал, вы все это услышали. Потому что с Тихоном каждый день это просто... Значит, ты смотри сюда. У меня была проблема с яйцами, так? Я взялся за яйца и эту проблему решил. Это цитата. Да, мы поняли, да, собственно, да. Вот, друзья, такой он Тихон Жизневский в обычной жизни. Какой он замечательный артист. И какой он великолепный. Ваш любимый Игорь Гром вы видели в трейлере. И сейчас тоже видели немножечко, да, проблески такие. Громовские. Молния, молния просто вместе с Громом. Вот. Так что пишите нам еще какие-нибудь вопросы, пока мы еще нас не отключили от эфира. Мы, по-моему, сейчас с тобой уже где-то заболтаем. Не, ну чуть меньше, наверное, на пять минут. Ну, наверное, да. И все пишет молодой человек, видимо, что он хочет с тобой сфотографироваться. На Новый год тебе писал. Можно ли найти с тобой... Просто как-то все же неудобно просить было. Да не вопрос, да, если я здесь. Подъезжайте, я вам скажу, куда пишите. Сфотографируемся. Что нет-то? Да. Вот. Спрашивают нас, где же выйдет фильм. Мы уже говорили, что фильм выйдет в 2021 году. В кинотеатрах. Впервые в кинотеатрах. Да, дай бог только, чтобы кинотеатры заработали. И как только они заработают. Да, и вот после уже кинотеатров, когда пройдет успешный большой, надеемся, прокат, вы уже сможете посмотреть фильм на Кинопоиск HD, который тоже нам помогает, наш партнер в данном вопросе. Тебе спрашивают, говорит ли Гром весь фильм голосом Лукашенко. Ну, конечно. 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 Он же из Беларуси. Гром вообще, Гром, я когда искал, посмотрел. Это белорусская фамилия. Да, верно. Действительно, существующая белорусская фамилия. И то есть у него иногда прорезаются какие-то места. То есть где-то он может, где-то может что-то ставить. Понимаешь, Дубин, ты неправильно ловишь преступника. Значит, ты его в прошлый раз сделал мне 120%, следующий должен 140% сделать. Добавить. Господи, зачем ты это делаешь? Да, это слишком хорошо. Я скучал, Тихон. Я честно скучал. Я тоже, Рус. Будут ли премьеры в кинотеатрах в других странах? Друзья, ну мы надеемся, сейчас активно ведем работу. Будут, конечно. Все хорошо. Конечно, но даже не сомневаюсь. Точно будут. Пойдет. Надеемся, все что-то в Утреля. Сами видели, что это. Какой Марвел? Кто это? Все, это, понимаешь, сейчас вот эту, заскринит эту фразу выложит. Так и Марвел. Кто это? Тебя спрашивают, почему ты Даша Верма, а не Крошка-Картошка. Все, пошли шуточки, короче. Уже активно. Вот. Потому что, да, мы развеселили, видишь, участников. Да, это... О-о-о, Любовь. О-о-о. Любочка. Любочка. Ой, что, началось. Так, я ухожу. Я оставлю ее. Любочка. Люба. Оставлю ее. Не, ну, Люба, ну ты... Ну, я обалдю. Я вчера смотрел твой эфир, но ты просто... Ну, yesterday very well. Ты бом-бом-бом, да, все хорошо. Да. Да, Любовь нам сейчас прям должна здесь пообещать в комментариях, что она тоже к нам придет на эфир. Тоже с нами пообщается. Какой-нибудь из ней. Так что поймали тебя здесь. Люк, я, видишь, я даже перестал, видишь, даже сразу у меня это все, я начал, видишь, какая-то неловкость пошла там, это, не знаю, даже вот как-то вести себя стал странно. Вот до этого все нормально. А тут, видишь, какую-то глупость и говорю, рад тебя просто, что ты где-то там на конце, но в том, понимаешь. Тут Сережка пришел к нам и пишет, что ты майор Игорь Бодров. Кстати, многие сравнивали, говорили, что да. Нет, про Стелла Гром мы не будем рассказывать, Артем. Да, Стелла Гром, да, просто есть. Такое есть, вы, может быть, потом еще когда-то в следующих каких-то сериях, в книжках узнаете о том, кто такая Стелла Гром. Это сестра Игоря. Спин-офф. Да. Спин-офф. Да. У нас с тобой осталось 45 секунд, поэтому давай прощаться со всеми, скажем всем, что они классные. Ребята, вы все замечательные, вы все здоровские, ждите, смотрите, наблюдайте за новостями. Верю вместе с вами, мы все верим в то, что получится замечательный фильм. Мы-то знаем, что получится хорошее, мы уверены в своих ребятах и главное, чтобы вам понравилось. Все мы делаем для вас. С вами был Тихон Жизневский, майор Игорь Гром, собственно, и Роман Катков. Да, и я... Мил человек. Мил человек. Хорошо, я поставлю себе. Роман Мил человек Катков. Хороший.